Во-первых, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы сюда пришли. Мне очень лестно, что вы заинтересовались нашей сегодняшней темой. Я хотел бы поблагодарить премию-просветитель и курилку Гутенберга за то, что это мероприятие было организовано. Ну и сразу перейти к делу. Поговорить о том, что мы знаем про название народов, про то, откуда они берутся, каково бывает их происхождение, и что мы вообще, говоря, знаем про происхождение слов. Потому что мне, как лингвисту, конечно, этот вопрос очень часто задают. Есть два таких важных вопроса, которые задают лингвисту. Первый вопрос – как правильно? Второй вопрос – откуда произошло какое-нибудь слово? Ну, вопрос – как правильно? Лингвисты обычно не любят, потому что мы как-то предпочитаем описывать реальность, а не заставлять людей говорить в соответствии с каким-то словарем. Вопрос – откуда произошло какое-то слово? Ну, я вполне люблю, потому что я много занимался исторической лингвистикой, и поэтому часто действительно этот вопрос приходится слышать. Ну, вот про некоторый класс слов мне, собственно говоря, хотелось бы сегодня вам рассказать. Ну, началось все это с проекта, который мы делали на сайте Арзамас, вместе с сайтом Арзамас. Это были такие вот карточки под названием «Этноним дня», где каждый день в течение 20 дней появлялась какая-нибудь написанная мною статья про историю разных названий народов. Ну, естественно, некоторые из этих статей вызывали бурное обсуждение, но понятно, что статья про украинцев, конечно, про белорусов не могла пройти незамеченной. Еще в каких-то других вещах меня обвиняли. Ну, я, естественно, много интересного о себе узнал. Узнал, что я антисемит, сионист, кто только не. Как-то все одновременно при этом. Ну, ладно уж, почему бы и нет. Ну, вот это был вообще довольно интересный проект, который заставил многих людей, в первую очередь автора этих карточек, то есть меня задуматься о том, как вообще все такие вещи устроены, и что интересно рассказать про название народов. И это очень важный вопрос, который выводит нас вообще на понимание того, что мы знаем про этимологию, про происхождение слов, и что мы хотим от этимологии, от этой области науки, которая занимается историей слов. Ну, потому что, вообще говоря, вот есть этимология, да, люди часто интересуются вопросом происхождения слов, но вопрос, на который нам важно ответить, это до какой глубины мы, собственно говоря, готовы отвечать на такие вопросы. То есть если задается вопрос, откуда произошло слово X, да, какое-нибудь слово, что это значит, докуда мне надо дойти в ответе на этот вопрос. Ну, вот такой простой пример, да, возьмем, например, слово библиотека. Вот мы с вами находимся в библиотеке, вот это слово прямо и возьмем. Что отвечать на вопрос, откуда это слово произошло? Ну, можно сказать, это слово греческого происхождения, да, это вполне корректный ответ на этот вопрос, все вполне разумно, но в каком-то смысле, наверное, мало, да, наверное, хотелось бы узнать, что такое длинное слово, наверное, по-гречески что-то значит, на какие части, может быть, члениться. Это было бы интересно выяснить. Ну, тогда можно дальше ответить следующее, да, можно сказать, что библион по-гречески, это значит книга, тека – это хранилище, так что библиотека – это, соответственно, хранилище книг по-гречески. Это такой следующий уровень ответа на этот вопрос. Дальше возникает вопрос, а почему вообще говоря, библион – это книга, а тека – это хранилище, да, откуда эти слова? На них мы тоже можем ответить, да, то есть можно сказать, что библион происходит от названия города Библ, где делали пергамент, да, слово тека – от корня дхэх, дхэх индоевропейского, который значит класть, который мы находим в современном русском языке, например, в корне, в слове деть – делать. Но дальше возникает следующий вопрос, а почему, откуда вообще корень дхэх, что это такое, откуда название города Библ? И тут, видимо, уже этимология бессильна, до какого-то уровня мы доходим, но дальше есть все-таки место, где мы объяснить не можем, почему дхэх значит класть, почему Библ так называется, ну, непонятно. Ну, в принципе, к счастью для лингвистов и их авторитета, вот в этой цепочке люди обычно останавливаются где-то раньше, то есть обычно ответ второго типа, что библион – это книга, тека – это хранилище, удовлетворяет любопытного слушателя, хотя, строго говоря, не очень понятно формально, почему это так, почему это достаточный ответ, ну, кажется, что, в общем, довольно неплохо. Но вот в случае с названиями народов, которые, вообще говоря, почти имена собственные, здесь ответ гораздо проще, да, то есть когда мы интересуемся, откуда взялось там слово шведы, русские, англичане, да, мы понимаем, что это фактически название, условные названия некоторых групп лиц, они, конечно, не пишутся по-русски с большой буквы, в отличие, например, от английского языка, но, в принципе, в таких вещах все совершенно понятно и прозрачно, до какого уровня должна доходить этимология. Ну, там, если меня спрашивают, откуда произошло имя Александр, да, то я могу сказать, что это из греческого и корень «алекс» значит «защищать», «андр» значит «мужчина». Вообще говоря, когда мы возводим имена собственные к чему-то более древнему, да, то фактически разумный уровень этимологии, до которого должна доходить, это значит «сделать имя собственное не именем собственным», да, то есть понять, в какой момент «не имя собственное» стало собственным названием, да, то есть надо понять, что это слово значило до того, как оно стало таким вот ярлыком, который приклеивается на какого-то человека или на какую-то группу людей, и что это, собственно говоря, обозначало до того. Глубже можно не заходить. Но это не значит, что у нас беспроблемная история, это не значит, что все такие вещи совершенно понятны, да, то есть вот с именем Александр все более-менее понятно. С названиями народов история часто бывает более сложная, более запутанная, но вот несколько таких запутанных историй мы с вами и разберем, ну вот глубина, до которой мы будем доходить, повторяю, понятно. Глубина – это каждый раз уровень понимания, что это слово значило, пока оно не было именем собственным, то есть пока оно не было таким вот кирлычком, который приклеен и не описывает уже никаких свойств, да, просто вот является в каком-то смысле названием некоторой группы людей. Так что вот это то, о чем мы сегодня поговорим. Ну, вообще говоря, мы понимаем, что часто названия народов связаны с названиями стран. То есть часто территории и группы людей называются какими-то похожими, близкими друг другу словами. Ну вот, например, можно вспомнить, что во Франции живут французы, а в Италии живут итальянцы. Но не всегда в Германии живут не германцы, а немцы, правда? Так что идеально легко не работает, но тем не менее. И важно здесь то, что существует два возможных направления образования названий. Иногда бывает так, что названия народов образуются от названий стран, иногда бывает так, что названия стран образуются от названий народов. Это иногда бывает довольно хорошо видно. Ну вот если мы возьмем, например, слова «Исландия», «Гренландия» и «Финляндия». Ну, «Гренландия» не страна в строгом смысле этого слова, но тем не менее большая территория, остров, принадлежащий Дании, но можно считать для наших нужд вполне себе тем же самым, что «Исландия» и «Финляндия». Но другое дело, что житель Исландии называется «Исландец», житель Гренландии называется «Гренландец», а житель Финляндии называется «Финн». Если вы посмотрите на эти три слова, то вы обнаружите, что, вообще говоря, здесь первично название страны, ну, собственно, «ланд» понятно по-германски, в германских языках по-английски, по-скандинавски, по-немецки, это «земля», то есть «Исландец» — это буквально житель какой-то земли. Ну, если переводить со скандинавских языков «Исланд», то это «ледяная земля», «гренландец» — житель «зеленой земли», соответственно. А вот «Финн», да, «Финляндия» — это, наоборот, земля финнов, и вот получается, что здесь возможны два вот этих вот направления, то есть может быть от страны народ, а может быть от народа страна. И в этом смысле вот интересно разобраться, как это устроено. Ну, вот начнем, для примера, с «Исландцев» и «Гренландцев». То есть вот мы с вами уже обсудили, что «Исландцы» — это жители страны льда, «Гренландцы» — это, соответственно, жители «зеленой страны». Но здесь есть много разных интересных проблем, которые стоит упомянуть. Во-первых, возникает следующий вопрос, почему «Гренландия» — зеленая страна? Что там в «Гренландии» зеленого? На эту тему в скандинавских сагах, в «Исландских сагах» есть ответ, потому что «Гренландию» открыл «Викинг» Эрик Рыжий и назвал «Гренландию» «зеленой страной» в рекламных целях. Потому что отверзается, что он сказал, что надо назвать страну хорошо, иначе туда люди не поедут. Ну, в общем, действительно довольно резонно. Не очень понятно, зачем еще ехать в «Гренландию», если только тебя не обманут названием. Но викинги поддались на эту уловку, основали в «Гренландии» какие-то свои поселения. Но действительно, «Гренландцы» буквально жители зеленой страны. Исландия в этом смысле называется «честнее». «Ледяная страна» как-то это все-таки ближе к реальности. Но важно то, что «Гренландцами», «Гренлендингер», например, по-древнеискандинавски, по-древнеискандинавски назывались только «Гренландцы-скандинавы». Вот перед вами изображение таких вот симпатичных девушек, которых, как вы видите, явно не скандинавские черты лица, а скорее эскимосские. Вот эскимоссы этим словом по-древнеискандинавски никогда не назывались. Это еще одно интересное соображение, которое нам показывает, что часто бывает так, что, вообще говоря, некоторые группы, которые снаружи кажутся гомогенными, то есть похожими внутри себя, внутри очень различны. Но мы понимаем, что нам с нашего расстояния совершенно все равно, какие-то там гренландцы, скандинавская часть населения или эскимосская часть населения. Понятно, что в средние века это было чрезвычайно важно, это были, в общем, противоборствующие группы, и, соответственно, поэтому, конечно, это название... Сейчас мы говорим «гренландцы» про потомков их всех, а вообще-то раньше это было более узкое обозначение. То есть, заметьте, слово «гренландцы» еще и расширилось. Ну вот, гренландские эскимоссы по-древнеисландски назывались «скрейлингер». Буквально «скрейлингер» по-русски, это иногда их переводят как «скрейлинги». Но вот даже можно встретить иногда в русской литературе, скажем, у Николая Гумилева в поэме «Гондла» есть такие строки, что «даже скрейлинги псы, а не волки, нападая ночною порой, истребили за морем поселки, обретенные некогда мной», — говорит скандинавский исландский конунг. Заметьте, то есть «скрейлинги», да, «псы, а не волки» — какое-то такое явно ругательное название. Почему? Откуда взялось это название? Почему скандинавы называли гренландцев местных, скрейлингами, эскимосов? Ну, ответ на это очень простой. Видимо, это производный от древнеисланского, древнескандинавского глагола «скрекья», который обозначает кричать, орать. То есть это такие вот орущие. Что значит орущие? Это те, которые издают непонятные звуки. Это довольно характерный тип наименования другого народа, потому что что они там говорят совершенно непонятно. Ну и вот, значит, что-то там орут невнятное, вот мы их назовем кричащими или скрейлингами. Но вот что более интересно, это то, что гренландские эскимосы сейчас называют себя словом «калалек», который восходит к этому самому слову «скрейлинги», к этому самому древнескандинавскому «скрейлингер». То есть, смотрите, исландцы приехали, назвали местное население презрительным словом «орущие», дальше местное население это слово усвоило и перенесло его на себя. Настолько хорошо, что в отличие от остальных эскимосов они теперь себя называют так, а остальные эскимосы себя называют словом «инуит», которое означает «люди». Они себя перестали называть людьми, стали называть буквально «орущими». Ну понятно, что сейчас этого никто не помнит. Конечно, этимология таких названий непрозрачна, но тем более, что понятно, что по-гренландски оно очень сильно изменилось, потому что, например, по-гренландски сочетание с «кр» в начале слова непроизносимо, да, вот оно заменилось на «к» и всякие такие вещи. Но вот получилось, что произошло, во-первых, какое-то такое изменение, во-вторых, прежнее ругательное внешнее название некоторая группа людей приняла на себя. И это довольно интересная история, которая довольно типична для разных обозначений народов. Довольно типично, что появляются какие-то названия извне, довольно типично, что названия меняются, довольно типично, что одно название приходит на смену к другому, на смену к другому, ну вот как-то примерно так все это, в общем, и работает. То есть, смотрите, у нас бывают два типа названий народов, то, что называется эндоэтнонимы и экзоэтнонимы. Эндоэтнонимы — это то, как народ называет сам себя. Exoetnonym — это то, как народ называют другие. И, как вы прекрасно знаете, они часто бывают довольно разные. Например, немцы себя называют словом Deutsche, а по-русски мы говорим немцы, по-английски это называется Germans, но про это слово мы еще поговорим. И вот тут как раз это такая важная точка, где могут происходить изменения, потому что одно название может сменяться другим, например, внутреннее название может заменяться названием, пришедшим извне или наоборот. И это как раз бывает довольно интересно наблюдать. И поскольку эти end и exoetnonym часто различны просто неузнаваемости, как в случае с Inuit и Skrelinger, или немцы и Deutsche, то часто это довольно хорошо видно. Ну вот пример немца, который держит какую-то кружечку. Такого вот довольно много. Что, вообще говоря, означает русское слово «немцы». То есть русское слово «немцы» — это те, кто не говорит, это не мы. И, в принципе, это слово по-русски могло означать разные вещи в разные периоды истории русского языка. Вот такой текст 1988 года, в котором говорится. Там что-то рассказывается про то, какие пошлины, с кого надо брать. Сообщается следующее. «А немец с англинских, с барабанских, с ашпанских и с иных немец и мать, создавая проезжие пошлины велено по тому же, как и с русских людей». То есть надо брать с английских немцев, барабанских немцев, испанских немцев и всех остальных немцев такую же пошлину, как с русских. То есть смотрите, это с точки зрения современного русского языка, картина очень странная. Что такое «английские немцы»? Мы бы сейчас сказали «англичане». Брабанские немцы — это кто? Это бельгийцы, наверное, скорее. Испанские немцы — это испанцы. Все остальные немцы — все прочие иностранцы. То есть словом «немцы» называются в этом тексте «любые иностранцы». И потом, как вы понимаете, это значение довольно сильно сужается. То есть это значение у этого слова, оно обозначало всех иностранцев вообще, стало обозначать один конкретный народ. Ну фактически, наверное, понятно почему. Потому что немцы — это ближайший к славянам западноевропейский неславянский народ с сильно отличным языком. Поляк, он все-таки не является немцем в том же смысле, что немец из Германии, потому что поляк по-русски все-таки как-то что-то там понимает и может что-нибудь изъясниться, а немец, говорящий только по-немецки, конечно, не может. И в этом смысле понятно, почему это значение перешло на конкретных ближайших иностранцев. Но это сужение, вообще-то, довольно… такое окончательное сужение, закрепившееся довольно недавнее. Потому что, в принципе, бывало разное. Бывали какие-то всякие интересные и не очень тривиальные вещи. Ну, например, в «Повести временных лет» при этом есть слово «немцы». То есть оно обозначает какую-то народность. Но не идеально понятно, какую. Там перечислены, например, «Варяги», «Свеи», «Урмани», «Готы», «Русь», «Агляни», «Англичане», «Галичане», «Волохове», «Римляне», «Немцы», «Корлязи», «Каролинги», «Венедицы», «Фрягови» и так далее. «Венедицы» — это жители Венеции. Вот тут не очень понятно, кого обозначают это слово «немцы». То есть, возможно, разные интерпретации, потому что всякие германские народы здесь перечислены в начале. «Варяги», «Скандинавы», «Свеи», «Шведы», «Урмани» — не очень ясно, опять же, кто это. Может быть, германцы, может быть, и нет. Готы, так что слово «немцы» довольно мутное. Сейчас оно кажется совершенно ясным и прозрачным. Раньше это было, в общем, не так. Но, вообще говоря, если вы посмотрите на эти слова «немцы», «скреллинги», то есть люди, которые не говорят на нашем языке. Такой довольно типичный способ образования экзоэтнонима, то есть внешнего названия народа. Когда мы берем какую-то группу и называем ее плохо говорящей, потому что какие-то люди, говорящие на другом языке. Немцы, скреллинги. Самое известное слово такого рода — это слово «варвары». Слово «барбарос» греческое, которое означает «человека, который говорит бар-бар». «Бар-бар» — какая-то непонятная каша у него во рту. Что он говорит непонятно, по-гречески не говорит. Слово «варвары» отсюда, собственно говоря, и происходит. Вот слово «варвары» в некоторых современных… Оно сейчас обозначает что-то ругательное и неприятное, но есть, по крайней мере, один народ, который этим словом так сейчас и называется. Вот вы видите здесь тоже картиночку с представителями этого народа. Это берберы в Африке, в североафриканский народ. Но понятно, что это как раз были такие для греков типичные варвары. То есть те, кто с ними близко, с кем они сталкивались, но по-гречески не говорят. Сейчас мы называем их словом «берберы», и никакого оттенка варварства мы не вкладываем. Ну, берберы – такое нормальное слово, название ничего особенного. Точно так же, как гренландское слово «калалек» ничего уже уничижительного не несет, не обозначает людей, которые на чем-то не говорят. Так что получается, что название народов часто образуется примерно таким образом, приходит извне, иногда подхватывается самими этими народами. Ну, возвращаясь к немцам. Как называются немцы по-английски? По-английски они называются «germans». И это очень странное слово, происхождение которого мы не знаем. Оно встречается в латинских источниках, начиная с Юлия Цезаря, но откуда оно взялось – не очень понятно. И по одной из версий «german» может быть то же, того же происхождения. Может быть, это от древнеирландского глагола «garim», который означает «кричать». И тогда германцы тоже какие-то орущие, точно так же, как скрейлинги. Получается, что все ходят по кругу. Этих обозвали орущими непонятно что, потом они обозвали сами кого-то еще орущими непонятно что. Но вот так это работает. Но есть другие версии. Есть версии, что, может быть, это от ирландского «gari», которое значит «сосед». Тогда это другого типа названия, но тоже название «соседи близлежащие». Но, тем не менее, очень-очень непонятная этимология. Казалось бы, вот все такое распространенное слово для названия, такой важной в современном мире нации, но, тем не менее, этимологии у него внятной нет. Но вообще немцы ведь называются в разных языках еще очень по-разному. Вот если вы посмотрите то, как они называются по-немецки, то они называются «deutsche». «Deutsche» — немцы. По-итальянски, например, это то же самое название «tedesco» по-итальянски, немецкий язык. «Tedesche» по-итальянски — немцы. Откуда берется это слово? А это слово прилагательное — это как раз пример эндоэтнонима, то есть название народов изнутри. То, как себя сами назвали представители этого народа, но вот слово «deutsche». Потому что, вообще говоря, в раннем Средневековье, в большую часть первого тысячелетия, представления о немцах как о едином народе не было. Было представление, что существуют баварцы, существуют тюринги, существуют саксы, существуют алиманы, кто угодно. Но вот идея, что есть единые какие-то немцы, эта идея достаточно поздняя. Но вот их язык явно похожий, и с VIII века примерно появляется его название «народный» в противопоставлении латинскому языку. Это слово «народный» происходит от древневерхнемецкого слова «deut», которое значит «народ», буквально от него образуется слово «diutisk», вот такое вот словечко, которое значит «deut» — «народ», «diutisk» — буквально «народный». Ну, суффикс «isk» — это, собственно, тот же самый суффикс, что русское «sk», то есть «народский», буквально, если переводить. И древневерхнемецкое «diutisk» дает нам это современное «deutsch», а в латинской источнике оно заимствуется как «theodiscus». И отсюда берется, ну и в романские языки, в итальянские, в частности, оттуда берется это «tedesco». Так что слово «deutsch» означает буквально просто «народный язык» изначально, а потом уже начинает обозначать целый народ. То есть немцы, если говорить дословно, переводить с древневерхнемецкого языка, это такой «народный народ», такое вот масло масляное, но тем не менее, получается, от названия языка берется название народа. Ну, более того, тем же самым словом «народный» по-английски называется «другой германский народ». То есть это «deutsch» по-английски, ему соответствует слово «dutch». Это кто у нас «dutch» по-английски? Это голландцы. Да, значит, главное не путать голландцев и датчан. Датский язык по-английски «danish». Так что «dutch» — это все-таки голландский, нидерландский язык и голландцы, в смысле нидерландцы. Ну вот такая вот интересная история этого слова. Ну и более того, у него есть еще один латинский аналог, который мы знаем. То есть у него есть другая латинзированная форма. Это форма «teutonis», то есть «тефтоны», «тефтонский орден» — это тоже буквально «народники», если буквально переводить. А вообще похоже, что это слово «deut», «диот», древневерхнемецкое, родственно, например, славянскому слову «чуть», название народов. Мы знаем «чутьское озеро», «deutsch» фактически можно перевести как «чутьской» при некотором желании на русский язык. То есть буквально «народный», но вот такая вот нетривиальная история. Ну и это еще не все с названиями немцев, потому что по-французски немцы называются еще не так. По-французски немцы называются «alman» от названия одного из тех самых племен. Алиманов, который одно из германских племен, жившее на территории юго-запада современной Германии, современной Швейцарии, ну понятно, ближе всего к французской территории. И вот это название стало названием для всего немецкого языка и для всех немцев по-французски. Мы при этом понимаем, что это название, то есть получается, тем самым оно довольно сильно расширило значение. Как мы уже видели, что названия могут сужать значения, например, были немцы, любые иностранцы. Сейчас немцы — это конкретные немцы из Германии. А в слове «alman» случилось наоборот. То есть алиманы стали называть всех, и саксов, и тюрингов, и баварцев и так далее. Само слово «alman» кстати тоже интересного происхождения, потому что оно обозначает, все понятно, кто знает немецкий язык, ну и даже английский, «alman» — это «al» — это «все», «man» — это «люди», буквально называется «все люди». Это тоже такой типичный источник для названий народов, слова, которые обозначают «люди». У алиманов при этом есть близкие родственники среди германских племен, которые называются «швабы». То есть «швабы» тоже живут на юго-западе Германии. И название «швабы» буквально от корня европейского корня «св», которое «свой», то есть буквально «швабы» — это «свои люди», «свои», «свояки» такие. И этот корень тоже довольно типичен для того, чтобы использоваться в названиях народов, какой-нибудь «шведы» — «свеар», ровно от того же корня, древнешведская «свеар», пожалуйста, тоже буквально «свои», вот вам еще одно название племени, которое восходит к такому обозначению. То есть получается, что еще один важный источник названия народов, уже на сей раз внутренний — это слова типа «свои» или просто «люди». Мы все тут собрались, мы себя называем «люди», и часто это становится названием «народа». То есть получается, что слово «люди» может сужать значение, но вот потому что так называли «себя изнутри». То есть до того мы с вами видели много примеров названий снаружи, а вот эти названия, которые восходят к словам типа «люди» или «свои», это обычные названия изнутри, когда себя называют людьми, а остальные как-то такие непонятные. Ну вот еще один пример такого народа, где много встречается, где слово «люди» стало одним из важных названий. Вот это перед вами фотография, на которой изображены камасинцы. Это народ, живший на юге Красноярского края. Это один из самодийских народов. Это такая важная языковая семья, группа распространенная на территории Сибири, близкородственные самодийские языки финно-угорским языкам. Ну и вот к ней относятся, к числу самодийцев относятся «энцы», «ненцы», «селькупы», «нганасаны». Вот это четыре основных самодийских языка. Вот камасинцы, камасинцами сейчас с языком уже все плохо, а вот «энецкий», «ненецкий», «селькупский», «нганасанский» еще до какой-то степени все существуют. Но вот если вы посмотрите на слова «ненецкий», «энецкий», «нганасанский», то вы обнаружите, что они очень похожи, собственно, «энец», «ненец», «нганас» это все слово «человек» на этих языках. То есть, опять же, эти народы называют себя «люди», ну вот примерно так же, как мы с вами видели, как «алеманы» тоже, да, люди. Ну вот, да, вот эта территория их распространения, да, вот вы видите на карте Сибири, вот они вот здесь вот, такая вот. Довольно большая, но понятно, что это не то, что обозначало, что всю эту территорию как-то массово занимают представители этих народов, их довольно мало, к сожалению, строго говоря, но, тем не менее, вот распространены они там. И вот это, да, все обозначает людей. Вот одно и то же слово в разных значениях. И среди народов России есть и другие народы, которые называются словом типа «человек». Ну, например, вот слово «мордва», «мордвин». Тут еще очень сложно, как называть жителей Мордовии, да, слово «мордовец», может быть, нам кажется более естественным, но оно как-то не очень котируется, на самом деле не очень распространено. Ну, вот оно восходит к мордовскому, мордовский языков существует два, макшанский и аэрзианский, слово «мирде», которое означает «муж». Вот «муж» именно в таком вот семейном смысле, то есть муж женщины. Но до того это слово восходит к… Слово, заимствованное из персидского слова «мерд», которое обозначает мужчину любого, а само оно в свою очередь восходит к европейскому корню, к европейскому «мрто», который означает «смертный». То есть это тот же самый корень, что слово «мортус», «мортус» латинское, да, английское «мёрдер», «убийство», французское «мор», «смерть», латинское «море», «мементу море», «помни о смерти», да, вот все тот же самый корень. То есть получается, что «мордовия» буквально означает «смертные». Опять же, это те же самые смертные люди, то есть то же самое название, да, люди. Получается вот такой нетривиальный переход в значениях в этом названии. Ну а раз же мы с вами говорили про самодийские языки, про энинский, ненецкий, селькубский, нгоносанский, то про них тоже есть что интересного сказать, про всю эту группу народов в целом. Вот есть это название «самодийцы», которое в русской традиции раньше иногда звучало как «самоеды», сейчас оно уже не очень принято, считается немножко пренебрежительным, потому что мы как-то, видимо, вчитываем в него то, что вчитывать не должны, да, потому что, как же они там, не знаю, сами себя едят или что-нибудь такое, какой-то каннибализм сразу приходит на ум. Но это, видимо, неправда, да, видимо, не имеет никакого отношения к настоящему происхождению этого слова, да. Да, ну еще была версия, что они не сами себя едят, а сами едут, да, что бы это означало, не очень понятно, ну, то есть, возможно, обозначалось, что они едут на каких-то хороших приспособлениях, почти на каких-то хороших снегах, приспособлениях по снегу, типа лыж, да, но, опять же, это, видимо, народная этимология, этимология, не имеющая отношения к реальной действительности. Но вот в английском языке, например, название Samoyedic Languages, да, Samoyeds – нормальный термин. Сейчас по-русски не принято, потому что по-русски мы хорошо понимаем форму этого. По-английски это совершенно нормальное обозначение, которое закрепилось, и, в общем, никто не замечает его какой-то такой оскорбительности. Здесь вот обратите внимание, да, это история, которую мы видели уже с крейлингами, которую мы видели с барбами, с крейлингами гринландцами, с варварами-берберами, когда есть какое-то название, которое может восприниматься как оскорбительное, но потом постепенно эта оскорбительность, в общем, уходит и становится совершенно незаметной. Ну, вот в русском языке она привела к исчезновению названия, но в английском оно осталось, ну, никто благополучно этого не замечает. Но, видимо, все-таки это как раз типичный пример названия образованного от названия территории. Видимо, это саамедне, что означает что-то типа земля саамов. То есть получается, что слово самодийцы, самоеды родственное слово саамы. Это не так удивительно, потому что, как я уже сказал, самодийские языки – это часть уральской семьи языков вместе с финно-угорскими языками. Финно-угорские языки – это то, куда входят венгерский, финский, саамский, значит, саамы – это народ, северный кочевой народ. Но вот неудивительно, что у саамов и самодийцев есть какая-то связь, в частности, и по названию. Так что вот это, видимо, резонная темология, которая потом оказалась, которая потом затмила народную идею про едение себя. Но вот, видимо, это более убедительно. Другое дело, что дальше у нас возникает следующий вопрос, откуда же берется слово «саамы». Почему же «саамы» называются «саамами»? И тут можно это размышление продолжать. Мы помним, что саамский язык относится к уральской языковой семье. У «саамов» бывают разные названия. Например, это примерно то же самое, что «лапланцы». Есть традиция, в которой «саамы» называются просто «лапланцами», жителями Лапландии. Вы понимаете, что Санта-Клаус, который живет в Лапландии, ездит на олених. Такое типично «саамское» занятие лениводства. Так что это неудивительно. Но вот что такое «лапландия»? Вот это, к сожалению, неизвестно. То есть происхождение этой части «лап» не очень понятно. Например, по-шведски «саамы» называются «лапландцы». Это одно из возможных названий жителя, а земля называется «лапланд». По-фински, наоборот, земля называется, их территория называется «лаппи», а «лапландцы» называется «лаппалайнен», то есть буквально «жители Лаппи». Что-то первично не очень понятно, такая вот неясная история, но вот тем не менее интересная. Вот если вы живете в Петербурге, то вы наверняка знаете финское название «лаппенранта». Потому что это ближайший приграничный городок, куда все ездят в магазин за сырами. Там еще какой-то аэропорт есть, откуда летают какие-то дешевые компании. Вот здесь вот это вот «лаппенранта» — это ближайший город в Финляндии, ближайший город за границей русско-финской, российско-финской. И почему он так называется? Что такое «лаппенранта»? Это буквально называется «берег Саама», буквально «берег лаппландцев». «Ранта» — это берег, «лаппен» — это лаппландский берег. По-шведски, поскольку в Финляндии два государственных языка, все названия дублируются, по-шведски называется «вильманстранд», то есть буквально «берег диких людей». Так что вот еще одна история, смотрите, получается, что эти саамы-лаппландцы по-шведски называют, у них было, во всяком случае, еще одно название «дикие люди». Это еще одно вот такое вот пример немножко ругательного обозначения, которое сейчас уже забылось, но в географическом названии живет. Но все-таки саамы. Откуда же берется слово «саамы» и «самоеды», с которыми они связаны? Оказывается, они же связаны еще и с финнами, потому что если мы вспомним, как называются финны, то они по-фински, то в Финляндии по-фински «суоми». Все мы знаем это название. И это то же самое слово, опять же. Откуда же берется это слово? Видимо, это заимствует из индоевропейского языка. То есть это, видимо, изначально внешнее название от индоевропейского корня, которое выглядит как «гитлом», «гитлом». Очень сложно его произнести, но от него происходит слово «гомо», слово «хтонический», буквально «земной», древнее, греческое. Так что получается, что название «суоми», название «самы», название «самоеды» все это родственно индоевропейскому слову «хомо», как «хомо сапиенс», которое значит в итоге «человек». То есть это опять какое-то название «человека», заимствованное и, видимо, перенесенное на весь свой народ, которое некоторые уральские народы сохранили. Получается такая довольно безумная история. Смотрите, как путешествуют индоевропейские слова, и получается сложные маршруты. Ну, чтобы еще немножко больше внести сумятицы во всю эту историю, мы разобыли теперь еще одно слово объяснить. Финляндия почему-то называется «суоми», а кто такие финны? Следующий вопрос. Почему финны называются финнами? Финны, видимо, тоже германское заимствование, только от германского глагола «финтон», который значит «находить», собственно, «to find» английское. То есть финны, видимо, собиратели. Те, кто находят, они охотятся. Так что получается, что это еще один пример внешнего названия народа. И вот такой непростой сюжет. Видите, финны называются, их экзоэтноним происходит от слова «собиратели», а внутренний их этноним, эндоэтноним происходит от слова «человек». Ну, в итоге получается такая вот довольно безумная и запутанная история. Но это чтобы вы видели, что все здесь очень непросто. Вот с немцами уже была непростая история, которая во всех европейских языках называется немножко по-разному. Так и с финнами, с аамами, с самоедами, с самодейцами тоже все чрезвычайно нелегко. И с названиями народов, да, очень часто такие вот вещи происходят. Ну, одно из самых непонятных названий, до которого, наверное, надо дойти, это, конечно, слово «русский». Слово «русский» совершенно непонятно, откуда взялось, потому что у него много разных происхождений, да, но там есть слово «русь», да, по форме это такое же название народа, как «весь, чуть» мы знаем много таких названий в основном финно-угорских народов. Но все-таки, да, это, наверное, не объяснение того, откуда это название берется, да, хотя названия похожие. Если посмотреть на некоторые названия стран и народов в близких географических нам языках, то тут начинается полное безумие. Ну вот есть финское слово «ротси», эстонское слово «ротси». Это что? Это какая страна? Это Швеция. Совершенно верно. То есть вот словом «русь» по-фински и по-эстонски называется «швеция». А в том же самом финском и эстонском языке Россия называется вот такими словами «вене» по-фински, «вене-ма» по-эстонски, да, то есть буквально земля каких-то. «Вене», кто, что это, кто это, ну вот это хотелось бы выяснить. И почему названием для нас называются по-фински шведы? Непонятно, да, но надо, в таком случае, разбираться. Видимо, объяснение этого очень простое. То есть объяснение состоит в том, что изначально это было название для варягов, которые скандинавы, скандинавский, германский народ. Ну там по-арабски есть слово «рус», которое обозначает норманов, пришедших завоевывать Испанию и Францию. Ну вот откуда, в частности, Вильгельм завоеватель, нормандия, всё такое. А по-среднегречески, то есть греческое в Средневековье, есть слово «росисти» в отношении к языку, которое означает по-скандинавски, то есть на скандинавских языках. Ну то есть получается, что Русь – это изначально название германского народа, скандинавского, которое потом переехало по карте и по национальной принадлежности. То есть мало того, что названия народов могут расширяться и сужаться, так иногда они ещё и переезжают. И это, конечно, тоже не добавляет простоты, но пока ещё не объясняет нам, откуда взялось это название для скандинавов. То есть почему некоторый скандинавский народ стал называться словом «русь». Ну вот там есть это слово «венема» в эстонском, «венея» по-фински, которое наводит нас на какие-то мысли, что бы это могло быть. Ну вот по-фински есть слово «вена», которое значит «лодка» или «корабль». И тогда, если «венема» – это буквально страна каких-то корабельных людей, то это даёт нам одно из возможных объяснений для слова «русь». Одна из предлагаемых этимологий для слова «русь» состоит в том, что оно происходит от древнескандинавского слова «розер», буквально «розерсмен», «розер» – это весло, немецкая «руда», кто знает немецкий язык. Соответственно, «розерсмен» – это что-то типа «гребные люди», но дальше всё это «мен», понятно, «люди», «розерс» упрощается до «рос», получается «русь». Это вот такая вот одна из самых распространённых этимологий для слова «русь», которая, правда, проблема стоит в том, что на самом деле должно быть не «розерс», а «розерармен». То есть «розерсмен» – это восстановленная форма, которая, в общем, не имеет не восстановленная, а придуманная форма, которая не имеет отношения к древнескандинавскому языку, и тогда, если «розерармен» – это было бы, откуда там «эс», совершенно непонятно, то есть название, происхождение слова «русский» остаётся при этом невыясненным. И это всё-таки некоторая проблема. Мы совершенно не понимаем, происходит ли оно от этого слова, хотя было бы красиво, если бы по-скандинавски это были грибные люди, по-фински корабельные люди, да, это многое бы объясняло. Но проблема с такой мелочью в окончаниях, всё-таки нельзя её полностью сбрасывать со счетов. Так что есть много разных других этимологий у слова «русский», да, есть индоевропейская версия, которая возводит его к тому же корню, что слова «рудой», «рыжий», «русый», да, то есть обозначает, что это типа цвета волос. Да, есть этимология, которая связывает его с корнем «роса», есть этимология, которая связывает это с названием «города Старая Русса». Ну, в общем, из всех этих версий, скандинавская версия кажется самой предпочтительной, но всё-таки она не объяснена до конца, потому что там есть проблемы. Так что вот слово «русский» на самом деле одна из самых загадочных этимологических вещей среди названий народа, о которых я сегодня вам буду говорить. Но это показывает нам, что действительно не всегда есть готовые ответы, то есть не всегда могу дать единственно правильный ответ. Иногда лингвистика, даже на таком не очень глубоком уровне, вынуждена признавать, что она бессильна. Вот здесь вот, да, должен честно сказать, что нету убедительной, окончательной этимологии для слова «русский», для слова «россия». Ну вот здесь от него образовано ещё много разных слов, например, «малороссы», «малороссияне», которое существовало до XIX века, было просто нормальным значением того, что мы сейчас называем украинцы. Есть белорусы, которые теперь непонятно как пишутся, потому что мы понимаем, что конкурирует написание по русской орфографии, по белорусской орфографии, да, так что вот много всяких сложностей, но тем не менее вот какие-то такие вот вещи есть, которые образовались от этого слова «русь». Ещё одно название, которое, может быть, происходит от того же слова, довольно менее очевидное, это слово «пруссия». То есть, может быть, «пруссия» — это буквально «поруссия», то есть то, где живут что-то, что-то связанное с русами. Но этот гласный «о», те из вас, кто следит за футболом, те его могут заметить, потому что те знают, как будет латинизированная версия названия «пруссия», как будет «пруссия» по-латыни. «Боруссия», да, «дортмундская Боруссия» — это как раз ровно то же самое слово. Так что, может быть, «боруссия» и «русский» — это родственные этимологические слова. Ну вот получается такая вот незапутанная история. Ещё один интересный тип названия, который хочу вам предъявить, это такой тип переноса, когда название с победителей переносится на побеждённых. Собственно говоря, «Русь» как раз пример такого названия. Тут не было всё-таки такого совсем уж захвата и завоевания. Но мы понимаем, что скандинавы пришли в соответствии с нормандской теорией всё-таки на положении, имея положение более высокое. Ну, что-то они захватили, конечно, например, Киев. Но, в общем, получается, что у нас есть ситуация, когда название народа победителя, вот было «скандинавы», переносится на народ, который им покорился. И такого довольно много. Вот какие-нибудь французы сейчас — это романско-говорящий народ, то есть это люди, которые говорят на языке потомки латинского языка. Но вообще-то изначально это германское название, племя франков. Сейчас в Германии есть люди, которые идентифицируют себя как франки. У них, правда, нет собственной федеральной земли, что доставляет им некоторую боль. Но, тем не менее, французы — это буквально франки, которые завоевали германский народ, который завоевал эту часть Западной Европы. Дальше он переходит на романский язык, и это название становится названием романоговорящего населения. Похожая история с болгарами, которые… Мы понимаем, что это славянский народ, принявший название тюрков, которые их завоевали. Так что вот такое бывает довольно много. Нормандцы, опять-таки, мы знаем, что во Франции есть область Нормандии. Что такое Нормандия? Нормандцы — это буквально северные люди. Почему они северные? Потому что это викинги, которые туда пришли, завоевали там, но сами быстро перешли на романский французский язык. Ломбардцы в Италии, да, это тоже ломбарды, ломбардцы, это лонгобарды, которые германский народ тоже завоевал эту часть Италии, но вот название осталось, язык не остался. Ну вот еще один пример такого рода, когда много кто называется названием, которое изначально обозначало завоевателей, это всякие названия, связанные с Римом. Названия, связанные с Римом, удивительным образом широко распространились в разные стороны в связи с распространением Римской империи. Римляне бывают в Риме, ромеями назывались византийцы, румыны живут в современной Румынии. Все это одно и то же название, происхождение которого, впрочем, не очень понятно. То есть понятно, что оно восходит к названию города Рима. Само название города Рима имеет неясное происхождение. Ну, для древних римлян там все было довольно ясно, потому что они предполагали, что слово Рома, Рим, происходит от имени основателя этого города, которого зовут Ромулус, Ромулус по-латыни. Ну, понятно, что Ромул-РМ, капиталистская волчица, но понятно, что это очень странная идея, потому что очевидным образом Ромулус – это слово Рома плюс какой-то суффикс, плюс суффикс ул, а не наоборот. То есть это примерно так же вероятно, как сказать, что слово Москва происходит от названия автомобиля Москвич. Нет, не работает. А вот откуда берется слово Рома, все-таки при этом совершенно непонятно. Так что дальше это название начинает распространяться по карте. В 146 году до нашей эры римляне захватывают Грецию, потом образуется Восточная Римская империя, которая считает себя наследницей Рима, и, соответственно, византийцы начинают называть себя ромеями. А еще в XIX веке образуется как государство Румыния, то есть государство на самом востоке Европы, где при этом говорят на романском языке, на языке близкородственном итальянскому, французскому, португальскому и так далее. И вот они принимают названия, которые подчеркивают вот эту вот романскую общность, вот эту вот генеалогическую принадлежность этого народа. Но опять же получается, что название Рима таким образом переехало по карте, причем довольно сильно. То есть Румыния и Рим, очевидным образом, однокоренные слова, но вот с некоторым таким вот переездом. Еще один пример переезда, который оказался довольно интересным, это переезд, связанный с названием того, что сейчас у нас происходит на Британских островах, в Великобритании, Англии. Кто такие англичане, англы, откуда они вообще взялись? Взялись они в V веке, потому что так сейчас называются жители Англии. Но на самом деле не только, на самом деле мы сейчас так называем заодно и жителей всей Великобритании. То есть очень редко кто по-русски внятно различает англичан, шотландцев, валийцев и северных ирландцев, североирландцев. Ну только если это, опять же, футбол, потому что футбол — это все разные сборные, но не более того. А так всегда нужно какое-то специальное усилие, чтобы говорить про Великобританию, про Соединенное Королевство, мы не говорим практически никогда. Хотя по-английски, например, это очень четко различаемое понятие. То есть England, Great Britain и UK — это совершенно разные вещи. Для нас это как-то все обычно называется словом Англия, жители всего этого называются англичанами, но если не надо ничего специально подчеркивать, то они вполне могут казаться шотландцами, например. Но вообще говоря, вот эти вот англы, они появляются на этой территории только в V веке нашей эры, эры, когда германские племена переселяются с континента на остров. Ну вот это территория, которая сейчас называется Англией, территория времен того, что называется Гептархии, восьмой, с шестого по девятый примерно век, когда вот здесь было семь государств, которые связаны по названиям с тремя германскими народами, которые туда приехали с континента, заселили, покорили этот остров. Это были три народа — Англы, Саксы и Юты. От Ютов не осталось, к сожалению, названия, то есть их королевство называется словом Кент. Вот от Англевых и Саксов чего-то осталось. Собственно, вот эти вот три королевства, которые вы здесь видите, Эссекс, Сассекс, Уэссекс — это не что иное, как восточные Саксы — Эссекс, западные Саксы — Уэссекс и южные Сассексы — Сассекс. Восточная Англия показывает, что здесь было племя англов. Получается, что это германское племя, которое переехало с континента, примерно с северо-современной Германии, Дании, примерно с этих территорий. И дальше закрепилось это название совершенно другим народом, фактически, расположенным в другом географическом месте. Не говоря уже про Саксов, в которые, как вы понимаете, Саксы вообще очень нетривиально переезжали, потому что есть Нижняя Саксония в Германии, есть просто Саксония, есть Эссекс и Сассекс в Англии. Все это пример того, как Саксы распространились по карте Европы. Вот, возвращаясь к англам, там есть много интересных происхождений, версий происхождения. Например, их часто связывают с полуостровом Ангель на севере Германии, с немецким словом Ангель, который означает рыболовный крючок, любой крючок, в том числе, возможно, и рыболовный. Возможно, оно восходит к тому же корню, что русское слово узкий, потому что они жили на какой-то узенькой территории, на каком-то полуострове, но потом расширились и много чего заняли. Так что получается, вот еще одна такая история, которая заслуживает интереса, как распространяются названия народов по карте. Саксы, они изначально были примерно там же, но они, видимо, от слова «сакс», которое значит «нож», тоже нетривиально двигались по карте. Если посмотреть, то вы увидите, что это Нижняя Саксония, а вот это просто «саксония», она нормальная. Но при этом исторически настоящая «саксония» — это вот это. А тот факт, что вот это называется просто словом «саксония», это как раз некоторое более новое утверждение. Я уже не говорю о том, что из этого ниже по карте, что из этого выше по карте. Видно, что Нижняя Саксония явно выше по карте, чем просто «саксония», потому что это по реке. Да, но карту можно перевернуть, но мы-то привыкли к тому, что юг на юг внизу, а низ вверху. Да, это название, конечно, по рекам, поэтому нижний в применении к Германии как в применении к Египту — это обычно север, а верхний — это, соответственно, юг. Это местами раздражает. Но, в принципе, привыкнуть можно. Ну и раз уж мы заговорили про англичан, давайте еще одно похожее название народа, с которым тоже много интересного случалось, расширений, сужений. Слово «американцы». Кого мы сейчас называем американцами? Ну вот, называем мы, имеем мы слово «американцы», слово «америка», видимо, происходит от имени путешественника Америга Веспуччи, который дал название Америки, соответственно, американцам. Но вот кто такие сейчас американцы, это довольно сложный, интересный вопрос. Вот если ввести слово «американцы» в Google, например, давайте посмотреть на картинки, то вы обнаружите вот такие вот картинки. Видно, что это все флаг одной и той же страны. Строго говоря, вот здесь почти нет картинок, которые соответствуют значению слова «америка». Да, вот смотрите, вот, вообще говоря, вот «америка» — это вот все вот это, южное и северное, это вот все вот это. А американцами почему-то так... американцами жители Америки почему-то называются очень редко. Ну, там, скажем, довольно сложно представить себе фразу «я сегодня познакомился с американцами». «Я сегодня познакомился с тремя американцами, с двумя бразильцами и с одним чилийцем». Это может пониматься только так, что я познакомился с шестью людьми. Не может быть, что эти три американца, из них два бразильца и один чилийц. Почему? Потому что американцами не называются жители Америки. Американцами называются жители Соединенных Штатов Америки по-русски. То есть это вот некоторое сужение значения, которое произошло, вот мы его здесь наблюдаем. И иногда в некоторых... То есть во многих языках мы его можем видеть. Да, там какой-нибудь «Americans» английский, тоже, конечно, жители Соединенных Штатов. Да, немецкий «americano» ровно такой же. Бывают какие-то странные попытки с этим справиться. Да, но вот по-английски иногда говорят «US Americans», по-немецки говорят «US Americano». Ну, там есть какие-то безумные русские слова типа «штатовцы». Да, что-то такое вот иногда встречается в каких-то странных источниках. Но это все очень странная вещь. Такого вот по-русски, по-английски, по-немецки все это довольно маргинальные, побочные вещи. Но, например, по-итальянски это совершенно нормальная история. По-итальянски есть «americani» и есть «tatunitenzi». То есть буквально есть американцы, вот жители Америк, жители обеих Америк. Это «americani». А «tatunitenzi» — это жители Соединенных Штатов. И «tatunitenzi» итальянская совершенно нормальное слово, в отличие от русских штатовцев или немецкого «s americano». Так что по-итальянски этого сужения, например, совершенно не случилось. Это показывает, опять же, как по-разному могут развиваться названия, одни и те же названия в разных языках. Ну, а то, какие названия бывают у американцев. Ну, есть, например, название «янки», которое, мы тоже его знаем, как такое немножко разговорное. Видимо, одна из версий его происхождения — это от голландского имени «ян» плюс уменьшительный суффикс голландский «ke», нижненемецкий. Мы понимаем, что среди населения США раньше было много людей голландского происхождения. Так что «янки», видимо, так стали называть жителей Новой Англии, вот здесь вот, потом жители северных штатов, потом американцев вообще. Если так, то это очень интересный пример расширения значения. Пример того, как это обозначение голландское имя, как оно дает нам в итоге обозначение всех американцев. Хотя бывают другие версии. Например, вот у Фенемора Купера в романе «Краснокожий» есть предположение, что это «янки», это индейское искажение от слова «english», как оно когда-то звучало, с некоторыми видоизменениями. Но вот тоже можно эту версию рассматривать. Не все здесь просто и понятно. В принципе, вот еще из веселых названий американцев, которые можно обнаружить, есть прекрасное русское слово «пиндосы», которое особенно прекрасно тем, что оно все время всплывает, и совершенно неизвестно, откуда оно взялось. Ну вот откуда? Ну вот есть версия про 90-е годы, происхождение с этих названий черноморских греков, но вот про Приштина есть эти рассказы. Почему произошел этот перенос? Вот там самое непонятное, это как происходит этот перенос. Почему это вдруг оказались американцы? Почему вдруг перескочило с народа на народ? Мы вот это не очень понимаем. Перенос типа с Русь со шведов на славян примерно понятен. Да, одни других завоевали. Здесь с этими греками все не очень ясно. Видимо, название такой вот 20-летней давности и вот видимо возникшее в этой Балканской области. Как оно устроено? Вот это действительно ужасно интересный вопрос. И вообще показывает, что мы иногда с трудом понимаем даже то, что произошло буквально на наших глазах. Нам не надо устремляться никуда вглубь веков. Сейчас уже прошло 20 лет, сложно понять, почему какие-то греки с какого-то пинда, почему они вдруг дали название американцам и дали ли. Так что это показывает, что иногда в глубь нам бывает тоже забраться довольно далеко. Но вообще, раз уж мы стали про всякие такие вещи говорить, то интересно, конечно, как устроены названия народов неофициальные, мягко говоря, экспрессивные, которые обычно бывают ругательные. И вот таких названий народов ужасно много, и они часто бывают устроены как-то довольно системно. Например, впервые их стали исследовать систематически в 40-е годы. Все эти слова типа пиндосов еще не было, янки уже в общем были. Янки тоже изначально такое презрительное название. И вот в 44-м году американский исследователь Эйбрахам Робок ввел термин, который сейчас довольно активно используется, который называется этнофализм. Вот всякие, вот фаулос по-гречески значит плохой, этнос, народ, соответственно. Так что это означает, что у нас имеются всякие разные пренебрежительные названия, которые берутся из самых разных источников, которые тоже довольно интересно поизучать. Вот как они возникают и какие они по типам бывают. Вот он выделил несколько разных характерных классов, про которые, пожалуй, стоит немножко поговорить. Например, один из характерных классов — это усечение. Часто, если ты хочешь кого-нибудь как-нибудь обозвать, ты усекаешь его название. Это механизм, который работает много где. Например, есть слово типа азеры по-русски, азербайджанцы. Вот взяли, обрезали, получилось азеры. Амеры тоже можно встретить в таких ругательных текстах. Даги, дагестанцы. Такого вот довольно много. Вот есть, например, в текстах 90-х годов встречается слово чехи. Это не про чехов, а про чеченцев. То есть отрезали первое слово, что-то добавили, но получается такое усечение с презрительным таким вот оттенком. И в других языках такого тоже довольно много. Например, по-английски слово джерез, слово времен Второй мировой войны, которое обозначало немцев, то есть German. Есть слово пакис, которое обозначает пакистанцев и считается не очень приличным. Есть немецкое слово амис, которое обозначает американцев. Это такой характерный тип. Второй характерный тип это обозначение образованного названия еды. Внезапно этого довольно много бывает. Какие-то макаронники, итальянцы, лягушатники, которые французы, бульбаши всякие там про белорусов, которые встречаются. Я вот недавно был на Дальнем Востоке и меня обучили прекрасному слову чимчигрызы, которое обозначает корейцев. Чимчи это капуста кимчи, но вот какое-то такое тоже бывает. Опять же, по характерному блюду. Да, конечно. Любых, любых, кажется. Ну, я думаю, что контакт это в основном с южными корейцами по нетным причинам. Так что, да. Ну вот, есть в Петербурге опять же прекрасное слово «финики», которое используется очень активно в всякой торгово-приграничной деятельности. Все эти маршрутки, которые ездят, часто говорят к финикам или что-нибудь такое про профинов. Это уже не вполне то же самое, нетипично финская еда, еда с похожим названием. Так что, это вот некоторое развитие этой модели, которая, вообще говоря, довольно интересно бывает устроена. Ну, иногда бывает, что обычные названия народов превращаются в эти самые ругательные обозначения. Ну вот, народов, каких-то их групп людей. Ну вот, с словом «негры» произошла такая история. Мы понимаем, что сейчас слово «негры» уже не очень прилично произносить даже по-русски. По-английски совсем нельзя произносить слово на букву «н», известное по-русски. Еще как-то можно. Я еще могу его произнести со сцены, и вы меня не закидываете тухлыми помидорами пока. Поскольку его произошло в качестве цитирования языкового материала. Если я сейчас буду вам читать какую-нибудь лекцию социологическую, буду употреблять слово «негры», то это уже будет нехорошо. Я должен говорить «афроамериканцы», «чернокожее население» или что-нибудь такое. Но вот по-английски уже с 60-х годов так нельзя. Хотя мы понимаем, что слово «негры» вообще, говоря по происхождению, означает просто «черный». То есть оно ничем не плохо. Но с другой стороны, вот слово «черный» по-русски сейчас все-таки хуже, кстати, чем слово «негр». Оно обозначает немножко не ту группу людей, но тоже является таким вот этнофализмом. Так что тут тоже много интересного можно заметить. Ну вот, такой пример из… Я уже сегодня ститировал один раз Гумилева, он любил писать про, понимаем, про всякие дальние экзотические страны. И вот сейчас у него есть сборник стихотворений про Африку. Вот там есть стихотворение «Галла», в котором рассказывается про некоторый эфиопский, про некоторый народ Эфиопии. И вот там такая вот четверостишия. Жирный негр восседал на персидских коврах в полутемной неубранной зале. Точно идол в браслетах, серьгах и перстнях, лишь глаза его дивно сверкали. Сейчас вот рассказывается про этих вот «галасов», представителей народа «гала». Ну вот, бедный Гумилев, который писал это сто лет назад, совершенно не представлял себе, насколько неполиткорректным станет это стихотворение, причем не только из-за слова «негр», причем две неполиткорректности сразу. Вторую вы, может быть, не замечаете. Еще ужасно непристойным в современном мире считается слово «гала». Вот название этого эфиопского народа ни в коем случае нельзя так называть. Это самый крупный народ эфиопии, который сейчас называется Оромо. Вот так вот примерно выглядят они в традиционных костюмах. Но вот эти вот «галасы», про которых пишет Гумилев, пишут очень хвалебные, сожженного роста галасы, скача, в леопардовых шкурах и львинах. Но вот слово «гала» сейчас представителями этого народа воспринимается как оскорбительное. Нам это сложно понять. Почему это вообще так? Но это показывает довольно сильную условность таких вещей. Довольно условно представление об оскорбительности, неоскорбительности тех или иных обозначений. Просто меняются все со временем. Например, видимо, считается, что слово «галасы» обозначает «рабы». И вот это нехорошее слово. Вот живут эти галасы. Сейчас их регион называется «Оромия», а язык, как они сами называются, обычно называется «Орома». Если вы приедете в Эфиопию, то слово «гала» лучше не произносите. Хотя нам кажется, что что такого? Какие-то слова, вообще мы, может быть, их первый раз сегодня слышим, но оказывается, что одно из них ужасно неприличное, а второе абсолютно нормальное. И вот это вот такие интересные вещи, которые могут происходить с названиями народов. Они могут довольно сильно табуироваться и становиться не очень пристойными. Так что получается, что нормальные названия могут превращаться в этнофализмы, и наоборот. Этнофализмы, ругательные названия, могут превращаться в нормальные. То, что мы с вами видели, эти примеры про скреллингов, берберов, это ведь тот же самый случай. То есть был этнофализм, а стал нормальное обозначение. То есть получается, что на этой шкале можно двигаться как в одну сторону, так и в другую. Нормальных названий к ругательным, от ругательных к нормальным. Это такая довольно типичная история, на самом деле. Вот эта вот история даже более типичная, чем превращение слова «гала» в непристойное. Потому что очень часто ведь бывает, что группы, которые получают какие-то презирительные названия, эти презирительные названия принимают и делают нормальными. Такого довольно много. Мы знаем, какие-то там импрессионисты тоже изначально было ругательное название художественного направления, которые пишут что-то такое невнятно, невнятно, от слова «импрессион впечатление». Сейчас импрессионисты, что может быть уважительнее и приятнее. А когда-то это было ругательное название для этой группы художников, которые ввели тогдашние художественные критики. Но так же бывает и с народами довольно часто. Все эти скреллинги, берберы, они устроены как импрессионисты, акмеисты, например, название поэтического течения в русской поэзии тоже когда-то было ругательным и введенным критиками. Это нам показывает, что названия народов и названия народов вообще говоря могут быть очень текучими и подвижными. Здесь есть некоторое количество типичных источников. Типичные источники это либо для названия изнутри названия типа «свои люди», «свои люди» и так далее. Для названия снаружи типичные источники это обозначения какие-то более ругательного толка типа «плохо говорящие» или обозначения по характерному виду деятельности. И дальше могут происходить самые нетривиальные перемешивания. То есть эти названия могут как-то в одну сторону в другую сторону видоизменяться. Они могут из внешних названий становиться внутренними, из внутренних становиться внешними и наоборот ругательные названия могут становиться совершенно благопристойными, благопристойные могут становиться ругательными. Так что получается, что здесь все очень подвижно, все течет, все изменяется, ну и вообще можно довольно много интересного изучать. Ну, наверное, на этом мне бы хотелось завершить мой рассказ и буду рад ответить на вопросы, если они появились. Спасибо. если есть вопросы поднимайте руку я к вам подойду с микрофоном вот тут я вижу руку сейчас сейчас микрофон принесет да можно можно включить свет в зале до штат этих чтобы я видел руки насчет янки я считал что это во время гражданской войны появилась со стороны южа на обозначение для северяна до гражданской войны вообще слова практически не гражданской войны уже тоже было было уже в 18 веке точно но то есть она наверно было они не придумали было мало да оно было гораздо уже но было гораздо уже сначала жители новая ну вот так совсем 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 северо-восток спасибо а знаете что нибудь о происхождении слова чуваши схода нет расскажите не знаю сложно работать ходячим этимологическим словарем нет не готов так еще вопросы еще можешь про какой-нибудь народ спросить расскажи сам про какой-нибудь народ при которой ты не упомянул но это интересно про негров дайте про негра что про венгровен хорошо да с венграми да все тоже все тоже не очень понятно да потому что венгры они же угры да то есть там есть тюркская версия происхождения так что может у них может у них тоже чужое название на самом деле название которое пришло при пришло извне так что это вот такая вот тоже видимо за вы связаны с завоеваниями история есть всякие непростые этого этимологии отчислительных которые тоже выглядят не очень убедительно да так что по-венгерски сами венгрии называется другим словом словом магиарда которая есть например в сербском таки маджер так что с венгрии тоже все очень сложно непонятно них бурная такая история была здесь все запутано а сейчас расскажу да давайте меня интересует назвать название страны китай и этнонимы китайцы по-русски откуда это пошло ведь сами китайцы себя называют хань а у соседних народов они называются чин до китайцы китай по китайке называется джон года правильно серединное государство да так что там довольно неясная опять же неясная история вы видите что меня все ответы примерно в одном духе да все ясные ясные случаи более-менее ясные случаи собрал в лекции да все остальное уже начинаются какие-то догадки и предположения потому что действительно местами довольно сложно да то есть есть какие-то версии которые предполагают что это что вот чин и ки это примерно одно и то же да откуда берется это n или t там внятного ответа строго говоря нету а то есть почему n заменяется на тем лучше не лучше лучше ничего боюсь предложить не могу еще вот здесь вот был вопрос про можете его повторить микрофон если можно на чтобы было слышно про всякие однокоренные слова корень он как бы вот но не делился вот найти вот они не образовывалась так много слов почему они так образовываются нет я понимаю что люди живут в разных местностях по разному произносят на слух там перевирают это я все понимаю но ну уж прям такое различие то есть корень вот один от него сколько вот образовалось много на самом деле просто звуковые это вот ну атом как сказать разные произношения на слух да но просто переживалось потом разные произношения получались разные слова звуковые изменения ведь происходит очень в разные стороны и нам например да ну там из того чтобы сейчас можно наблюдать в русском языке скажем есть какой-нибудь звук который сейчас почти никто не произносит до раньше говорили езжу позже дрожжи да сейчас обычно большинство людей говорит езжу позже дрожжи тогда вот вам такой мелкой языково звуковое изменение до в комнате еще языке что-нибудь еще такое произошло да там в древнегречески были звуки то придыхательный столов и так далее так далее когда такое накапливается дату оказывается что один тот же корень может вообще звучать абсолютно по-разному в разных языках и там ну например если расскажу если рассматривать интересные известных этимологической европейской истории такой слова дельфин греческая слова желоб русская и английское слова каф ни одного и того же индиверпейского корня чем каждое это изменение можно объяснить каждый из них известность из истории германских и славянских и греческого языка но в итоге получается совершенно разные вещи сказать что слово желоб и слова дельфин это одно и то же но такое-то очень странное утверждение да но вот в этом смысле собственно говоря есть важная методологическая проблема которая хочу подчеркнуть потому что многие из утверждений которые я сегодня делал которые вы которые вы наверняка подмечали могут показаться довольно странным я так очень легко говорю что вот какой-нибудь там вот совершенно одно совершенно непохожее слово похоже является родственником другого совершенно не похоже на него слова я прошу помнить что во всех таких случаях на самом деле за каждым таким утверждением стоит очень много мелкой крепотливой работы по анализу звуковых соответствий между теми или иными языками без которой все это не имеет смысла если бы ты работа не было тогда можно более-менее скажу любое слово рост любому другому слову и вот про это надо всегда помнить даже нельзя что вот некоторая кухня которая за этим стоит да я не успеваю ее показать в полутора часовой лекции самом деле она очень большая да не надо забывать что иначе можно уйти в область совсем уж фантазии а можно еще спрашиваю есть будущее вот у каком-то искусственного языка типа эсперанто ну только не то как то там еще какие то есть вот есть будущее как на ваш взгляд так пофантазируем немножко ну все-таки хочется как-то объединиться всем или пусть и русский учат быстро потому что я больше ничего очень не в состоянии ближайшее будущее искусственных языков мне кажется связано с восьмым сезоном игры престолов на потому что вот там все это мы можем наблюдать но это конечно не искусстве языки для международного и вообще не дали скосты языки скорее художественных произведений а вот вкусные языки типа эсперанто а не sí ну полиска респеранта вполне жив 2 миллиона вещами говорить на испорантоэм так что пиром так раз один из редких примеров успешного искусственного языка но опять же мы понимаем что для того чтобы снова искусственный язык стал языком международного общения это маловероятно да потому что не вы нет этой начальной базы большого числа носителей да Если вы сейчас захотите учить английский, когда английский становился международным языком, что было хорошо, что было много людей, которые уже говорят по-английски. В случае, если вы сейчас придумаете международный язык и скажете, пусть это будет международный язык, то вы не наберете начальный импульс, вы не наберете начальную группу людей, которые будут на этом языке говорить. Я боюсь, что для международного общения естественные языки лучше языков искусственных. именно по этой причине оказываются приспособлены, хотя, может быть, эсперанто какой-нибудь был бы вполне удачной заменой мировым языкам, типа французского или английского, как это, собственно говоря, и планировалось. В общем, не могу обещать. О, сколько вопросов. Давайте все вопросы будут в микрофон, потому что у нас идет трансляция, и все вопросы, если не в микрофон, их никто не слышит. Возьмите микрофон, пожалуйста. Вот у меня вопрос. В русском языке есть правило «Жиши» – пиши через букву «И». Мне кажется, никто не может ответить, почему именно так, просто такое правило. И все так вот пишут, писали, будут писать. Как бы в китайском языке, насколько я знаю, ну, таких правил необъяснимых нет, они все логически обоснованы. И при этом Китай сегодня показывает очень динамически развивающийся экономический рост. Как вы считаете, следует ли нам сейчас людям начать изучать китайский язык вместо изучения английского, который сейчас, наверное, самый популярный для изучения? Я здесь вижу несколько вопросов, на которые я постараюсь ответить. Первый вопрос про «Жиши», почему они пишутся через «И». На самом деле, это чрезвычайно разумное правило, но с точки зрения русского языка XIII века. Потому что давным-давно эти шипящиеся гласные были мягкими, «Жи», «Щи», и поэтому после них было вполне резонно писать буквы, которые обозначают смягчающий гласный. То есть «И», а не «Ы». Тот факт, что «Ж» и «Ш» были когда-то мягкими, мы сейчас можем наблюдать. Мы можем наблюдать, например, если мы возьмем слово «стол», то родительный поддерживающий множество числа от него будет «столов». Если мы возьмем слово «дом», то родительный поддерживающий множество числа от него будет «домов». Если мы возьмем слово «конь», то родительный поддерживающий множество числа будет не «конев», а «коней». Если мы возьмем слово «царь», то «царей», не царев то есть смотрите после мягких согласных ей после твердых of но внезапно после же тоже будет ей до нож ножей камыш камышей не ножов и камышов потому что же ведут себя как мягкие согласные ну и с другой стороны еще один разумный момент за то чтобы писать и они и обстоит том что там сейчас нет противоставления по мягкости давайте писать после там после текст согласно где противоставления по мягкости нет просто ту букву по умолчанию которая никакой мягкость не обозначает а встречается в самой независимой позиции от твердости мягкости согласно в начале слова поэтому после же шучу мы пишем и мы пишем а да не и я но это такие вот разумные соображения которые позволяют нам помнить почему мы пишем же не же ши через и даже казаться китайского языка дата китайский язык в общем хорошее дело тоже хорошее дело но китайского языка ужасно вы ему ужасно мешает стать глобальным языком письменность нам понимаем что если бы китайский язык пользовался буквы им алфавитом дата его распространение было бы видимо гораздо более успешным потому что сейчас все таки очень и очень значительная часть мира не готова пользоваться китайском языком и плохо выучивает китайский даже если его учит потому что китайский иероглиф довольно тяжело довольно тяжело для осваивающего язык во взрослом возрасте человека не человек который с детства в китайской школе выводит иероглифы поэтому я думаю что китайский язык можно пока не учить нас я думаю что пока что давайте ограничимся английским языком да выучим его хорошо а там уж как пойдет для международного общения для лингвистических целей из любопытства конечно хорошо учить и китайский и японский и венгерский и суахили а вот для для практики да китайский так видимо все-таки скорее бесполезен в значительной части из нас у меня вот пара политкорректность языке по поводу негров скажите обозначение вот именно раз и негроидные это еще не ругательные ну слово раз это вообще говоря ругательная в значительной части западного мира слова слова раз они является вообще сама идея существуют какие-то расы да является очень спорным очень спор очень спорной концепции да потому что вот в российской науке она более или менее принято да есть люди которые занимаются рассоведением но например в дробишевский жаловался вот как раз таки на это что это не считается политкорректным элементарно не может какие-то антропометрические данные снять там не знаю объем черепа грудной клетки и так далее языке вот как раз таки уже тоже не пользуются этим ну терминологии ну вот негроидная раз лингвисты никогда особенно не интересовались идеи раз да потому что языковые семьи все-таки устроены совершенно по-другому да то есть не нет никакого нет никаких идей что антропологические характеристики физической антропологии связаны с языками да мы понимаем что например на на семитских языках скажем говорят совершенно разные по своим антропологическим характеристикам люди да там какие-нибудь амхарцы в эфиопии да и арабы они совершенно разные по цвету кожи и по внешности и поэтому вот для лингвистик это никогда не было актуальной проблемой на самом деле да спасибо током бьемся так одна рука еще вроде вторая александр спасибо за познавательно увлекательную лекцию вот мы обошли стороной такой важный вопрос я бы сказал очень остро стоящий для многих людей как этимология вопрос этимология слова такого анонима как славяне и который породил еще огромное количество топонимов типа словения там славакия и так далее вот не могли бы вы внести ясность может быть существует какая-нибудь наиболее приоритетная гипотеза его происхождение да ну две видим основные гипотезы про слово славяне то есть одна гипотеза которая связывает его со словом слова славянским собственно то же самое что греческое клеос слава да клеопатра и так далее вторая гипотеза которая связывает его с латинским словом склавус на которое обозначает раб и это ну вообще говоря на то есть если если мы принимаем латинскую латинская темология она не очень удивительно в свете некоторых других названий славянских народов например слова сербы на видимо происходит от латинского слова сервус но и от того же корня что латинское слово сервус то есть слуга так что в эту вот концепцию довольно неплохо вписалось бы славяне от слова от того же самого слова которое значит раб но мы понимаем что это может казаться не очень приятным да но с другой стороны какая разница сейчас даже в 2019 году думать о том что там что там мы какие взаимоотношения были у наших предков с кем-то там еще n тысяч лет назад думаю что можно не беспокоиться так что мне кажется что вот эта проблема да и интересная но не заслуживает тех копий которые вокруг нее ломаются даже если мы признаем латинскую темологию давайте уж не смиримся и не будем выводить из этого каких-то глобаль делать это глобальных выводов которые имеют никакого отношения к современному миру спасибо за прекрасную лекцию меня давно интересует сходные по теме лекции вопрос почему в русском и польском языке настолько противоположные значения у слов например там магазин склеп ну не не настолько противоположное дает скорее означает что почему есть три примера в которых там не те значения да это же не то чтобы любое русское слово значит не то же самое что что любое польское да есть некоторое количество смешных примеров которые всем известным магазин склеп красота урода до которые по-польски и это но опять же объяснимо то потому что ну например да вот там склеп да это некоторое помещение какое помещение мы ну склад до магазин склад собственно говоря по происхождению надо понимаем это да ну как эти вещи развивались они могут развиваться немножко по-разному дал например там некоторое закрытое помещение по-русски называется баня да она же банка на банк это уменьшительно того же корня и 100 пример про слово урода на знаменитый он объяснять тоже очень просто потому что слова слова урод и в русском слова урода польском разные приставки на потому что там приставка у по польской которая соответствует русскому у а в русском слове урод на самом деле то приставка что слове юродивый до которые изначально отрицательная польская урода это красота от глагола уродиться да а урод по-русски это отрицательная приставка то же самое что не с некоторыми изменениями на буквально не рот да и тогда это довольно легко объяснимо но вот таких смешных примеров да их можно подобрать в любой паре близкородственных языков где похожие слова немножко в разные стороны развивались там в русском и в количество известных примеров скажем по сербски слово это буква на речь это слов речь это слово говор это речь ну все это ужасно неудобно с одной стороны ужасно весело с другой стороны но так сказать я бы не преувеличивал роль этих ложных друзей переводчик они самом деле они говорят чуть больше как кажется чем они заслуживают александр присоединяюсь ко всем благодарственным словам по поводу лекции и вот еще вопрос по поводу негров возвращаясь к тому что вы упомянули что сейчас уже вроде негры а не венгры негры да да вы упомянули что слово нигер происходит от слова негра ну и восходящий к латинскому нигра а слышали вы о гипотезе что она происходит не от латинского негра от английского не grow выросшие на коленях и то что табуировано оно из-за того что вы вышли на коленях ассоциируется и на что с рабством да но это гипотеза довольно безумная да в том смысле что это вот как раз так типичный пример который показывает что мы можем сблизить все что угодно народной темологии да но почему она этимологически кажется странный да потому что если мы посмотрим на английский язык да то во первых даже ненормальное образование по-английски если у нас не grown до огнем это ненормальное английское сочетание да во первых во вторых в реальных текстах на не встречается нигде нету слова негро слова мигра до встречается гораздо раньше чем эта этимология появляется да поэтому вот такие вещи так думаю что можно довольно легко отвергнуть потому что это ну такая изящная поэтическая игра но не более того так что я бы считал что вот на эти вопросы этимология умеет отвечать к счастью у меня такой вопрос происхождение вообще болгар это кавказский период и скажем вот существует наиболее близкий к булгарскому языку древнему имеется ввиду кавказского периода это чувашский язык это самый близкий и вот можно ли считать чувашский язык болгарским именно такой козыст получается можно считать шведский язык русским да но наверное до какой-то степени все это можно говорить но опять же вот ради ради красного словца да на так то мы понимаем что чувашский язык вообще-то тюркский на болгарский язык славянский они довольно слабо похожи друг на совсем не похожи друг на друга даже несмотря на то что болгарском много заимствования из турецкого так что но вот я думаю что в качестве такой вот приятной шутки да хорошо так более серьезно наверное не стоит там там тоже все не очень ясно там есть есть еще слово балкарский да которая может быть не связано так что да ну вот здесь готового ответа наверное у меня здесь нету хотя интересно было бы подумать на болгаре славяне про заимствование название данного про слова про тюркских болгар да не рискну сейчас сходу говорить что-то чтобы не совсем не ляпнуть так это так что-то